всем привет дорогие наши подписчики не только подписчики если вы не являетесь подписчиком подписывайтесь обязательно канал интересная кстати штука это хлеб вафельница и внутри банан очень вкусно десертик и завтра так вот у нас значит сегодня крайний денечек мы будем мы сейчас приезжаем в район который называется улувату будем жить наконец-то рядом с пляжем рядом на самом деле с одними из самых красивых пляжей на поле вот сожалению там совсем ненадолго но тем не менее мы хотели бы пожить какое-то время на побережье и покататься все ради просил валийский закат да да закаты говорят вообще шикарный мы видели только один показа 25 дней но мы просто и у нас и вид не на закат поэтому у нас подруга жила с видом на закат новым она видела и часть да покидаем наши любимые сари бунгало я обязательно оставлю ссылочку на них в описании к этому видео потому что мы обходили здесь достаточно много на самом деле я что хочу сказать здесь плюс-минус жилье все одинаково да если мы такой вот ценовой диапазон там 250 350 тысяч рублей берем то есть это примерно вот все такое дерево с террасочкой небольшой вот но здесь нам понравилось у нас прекрасный вид здесь есть бассейн здесь очень доброжелательный персонал тут включены завтраки в общем мы решили лишний раз знаете не передвигаться каждые несколько дней потому что все равно очень сильно утомляет мы работаем у нас нет никакого отпуска и здесь мы отлично пожили у нас здесь живет огромный геккон мы его называли герман вот этого если тут досетесь наш домик герман не обижайте его пожалуйста в общем да место классно мы его рекомендуем здесь действительно очень комфортно классный персонал включены завтраки хорошее расположение недалеко от центра а с другой стороны вы принципе тут такой тишине находится потому что здесь есть такой кусок зелени как вы видели вам показывали и как бы вы слышите принципе только в основном звуки природы да еще хочу сказать про будь пару слов у будь это конечно же самое зеленое место самое такое центральное место на бали я не знаю насколько стоит начинать знакомства именно субуда потому что у нас принципе был только такой вариант вот если бы мы пожили сначала на побережье возможно у нас впечатление о бали может быть были бы другие ну вот нам понравился очень зелено очень много куда можно доехать близко все водопады более-менее близко все вулканы какие-то такие вот именно природные знаете места которые стоит посетить на бали про наличие кафешек и мест для работы вообще молчу это отдельная история тут можно прям жить полноценно в принципе на этой улице не выходи никуда потому что тут есть все и даже супер много всего единственный минус очень большой к сожалению мы кстати сделаем видео я думаю что про плюсы минусы бали но я думаю что будет полезно для всех кто сюда собирается но вкратце скажу что это трафик ужасный невозможно ездить комфортно да то есть постоянно пробки и загазованность до для пешеходов вообще нет никакой инфраструктуры ничего не предусмотрено то есть ты перебегаешь не всегда люди останавливаются мы конечно к этому привыкли в турции но за отчаянный водитель не еду до последнего нет тротуаров а если они есть они зачастую раздолбанные мы посмотрим как будет на берегу в общем и сейчас завтракаем собираем вещи у нас вот видите какая прекрасная в калучках погода но переезд никто не отменял поэтому увидимся уже на новом месте в улбак все упаковали мы наши вещички вышло на две сумки больше чем было изначально непонятно так почему но в общем все собрали что сейчас мы попьем кофе очку напоследок с наташей попрощаемся и поедем улбату вот кухня нам потребовалось сколько раз два 05 да поэтому если едете на бале на короткий срок не знаю нужна ли вам если честно кухня но если с детишками то в целом нужно вот а так в основном все в кафешках и покупать еду и готовить самостоятельно возможно то на то и будет все прощаю буду приветствую вам Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот, может быть, даже почилим у нас на Белконе. Посол, короче. Вот, так что, такой план. Здесь у нас вот такие вот звуки. Что это за звуки, я не понимаю. Ну, это тоже, капец, конечно, таких джинлей уже не есть, честно. Смотрите. Ну, не ком. Вот что за люди такие прямолинейные, да? Значит, пишут мне, не забудьте про чаевые, пожалуйста. Ну, вот, знаете, вроде я всегда оставляю чаевые, да? Мы вообще всегда оставляем чаевые. Мы вообще всегда, но, блин, когда тебе пишут, не забудьте мне чаевые, стоять. Это как-то странно. Короче, позвонили из ресторана и отменили даже заказ. Сказали, нет у них пиццы. Деньги просто за заказ списались. Здесь пиццы нет. Закнал дождь. Закнал дождь. День очень странный сегодня. Так, ну и ночка же у нас была, хочу сказать. Это было что-то очень интересное. Короче, мы когда легли спать, выключили свет, вот, и по крыше как будто начал просто кто-то ходить. Такое ощущение. Или ползать. И такой, знаете, не улитка, например, а вот больше похоже на какую-то летучую собаку, которую мы показывали, когда ездили. Короче, на машине кататься. Вот такие вот просто размеры, достаточно большие. Оно начало шуршать. Мы, естественно, подскочили. Хорошо, что у нас тут все герметично. У нас тут нет вообще никаких дыр. Видимо, из соображений как раз-таки безопасности в плане там насекомых и животных. Жирности тут очень много. Вот, но тут прям, да, реально, то есть ты выходишь, вот, у тебя все кусты прям в лицо вот так вот. То есть я думаю, что там, не знаю, короче, кто там у нас на крыше живет. Мы потом уснули. Да, мы уснули с включенным светом. Да, со светом. Мы потом включили свет и не было никаких особо. Нет, был звук, на самом деле, но ты уже не слышала просто. Я еще слышала, что тут какая-то какая-то была движуха. Короче, вот... Я не знаю, что это было, короче, но было страшно. Вообще, так себе поспали, если честно. Поэтому мы сегодня решили с самого утра уехать и, короче, подальше, вот. И приехать только вечером, уставший, бессил, поэтому мы сейчас здесь берем байк. Мужик нам вчера сказал, что 80 тысяч будет стоить этот байк. Ну, как бы, ну, все. Мы берем байк, едем завтракать, а потом едем на другой конец вот этого вот полуостровка на пляж Нуса-Дуа. Вот сегодня у нас будет пляжная вечеринка с вами. Будет Нуса-Дуа и еще несколько пляжей, вот. А вечером посмотрим, что будем делать. Сейчас, представляете, здесь есть специальные кафе, которые, значит, делают именно кухню русскую, да. То есть, ну, русскую, я понимаю, что не совсем, наверное, но, короче, приближенную, типа, пюрешки с котлеткой, квашеную капусту, там, селедка под шубой, оливье. Мы сейчас туда поедем. Я, может, даже оливье, если честно, и селедку на завтрак съела, но я не настолько еще изголодалась по русской еде, да. А мы хотим поесть там сырников, поэтому мы поедем. Я сейчас хочу посмотреть, как, что у нас вообще с крышей происходит. Может, там просто висит какая-то летучая собака и помашет нам. Вы скажете, что не переживайте, да, всего. Да, в общем, идем. Ну, тут, видите, живности просто, тьма. Вот эти вот. Ну, что после дождя, да, много всех поплатишь. Ну, да. Так, ну да, она такая же, как в странной форме. То есть, сначала идет прямая крыша, а потом сверху скатная. То есть, возможно, там кто-то ползал. А, нет. Ну, а, да-да-да, все правильно, короче, да. Так, что тут у Доника рядом. Угу. Да, непонятно, короче. Ну, понятно. Ну, ладно. Главное, что все герметично. Тебе носит. Такой нежненький. Угу. Ты такой нежненький? Молень. Молень. Есть. Что, будешь сыном пивоток? Посмотрите, что тут есть вообще. Дофига просто. На бане. На пельмени, варенья. Борс. Так разоскучал. Ну да, цены, кстати, такие нормальные. У нас скоро будет футбол. Но еда – это важно. Пусто. Ну, это пусто. Похоже? Серьезно? Да. Очень вкусно. Ну, все, мы тогда едим наши сырники на бане. Ну, все. Иногда бывает, что нет дороги. Ну что, по поводу байка сразу хочу сказать, если бы я знала, что он будет такой крутой, я бы конечно же раньше его взяла, очень удобно сидеть, он на самом деле вообще нифига не тяжелый, я думала, что я его просто не смогу даже развернуть, повернуть, гораздо устойчивее, чем с Купи, и короче, я вот рекомендую всем хрупким девчонкам, таким же, как я, берите N-MAX, если хотите, чтобы было прям комфортно, это знаете, как на джипе ехте, примерно то же самое, поэтому да, даже не парьтесь, в общем. Все, гу. Конечно, классный такой, чистенький песочек хороший, сейчас мы посмотрим вообще, где мы, а, ну он огромный, да, на саду, можно туда подальше пройти, посмотреть, да, короче, ну купаться, в принципе, можно и здесь, да. Слушайте, водичка потряс, такая прям комфортная очень, прям очень комфортная, очень прозрачная. Вот, ну, в общем, да, мы сейчас только где-нибудь пройдем, посмотрим, поплаваем обязательно, хочется только, чтобы душ был. Ну, пляж чистый, да, я еще хотела сказать, что там вот, сейчас мы где проезжали, там все были резорты, видимо, все очень так, цивильно, прилично. Вот, и, короче, поэтому они поддерживают пляж в таком состоянии. Прикольно, сейчас туда до конца пройдем, посмотрим, что там. Так, Маргарита залипла собирать очередные камни, ракушки, кораллы, чтобы потом увеличить объем своего багажа и вес. Я хотела сказать, что у нас, нам писали комментарии, спрашивали, какое место хорошо с детишками, где хороший пляж, вот, мне, кстати, кажется, что вот это место хорошо с детишками, тут хороший пляж, тут много людей с детьми, хороший заход. Да, и для такого количества людей здесь, на самом деле, купаются не так много людей, и, да, заход хороший, потому что везде, где мы... И это тут очень много. Да, да, везде, где мы до этого приезжали, там надо было очень так, прям резко спускаться или подниматься. А тут прям классно, да, сейчас мы дальше пройдем, мы вот ищем, чтобы, может быть, душ будет, но она вряд ли, конечно, это только в Турции, мне кажется, души на всех пляжах бесплатные. Готовимся к погружению. Да, пляж классный, вообще очень классный, такой спокойный, немного народу, там кто-то на сапе прям катается. Волны вдалеке есть, но они, видимо, разбиваются об рифы. Тут вот не видно на камере, но вот здесь вот уже начинаются такие, как бы внизу камешки какие-то, или рифы какие-то, непонятно. Ну что, Рита открывает у нас пляжный балийский сезон, потому что она еще не купалась. Пас? Пас. Вот мы зашли перекусить тут, ну, точнее, как купить кокосик в бар, который прямо на входе, на въезде в пляж. Точку мы оставим, и тут цены прям, ну, супер вообще, просто супер демократичные. Блины, да, вот, там лапша, рис, короче, все, прям очень-очень напитки. Вот, вот так называется. Сейчас по кокосику, да? Да, да, вообще, очень классный пляж, прям супер рекомендуемый, комфортный, душ есть в кафе, в кафе что не закажете, можно будет сходить ополоснуться, большой, красивый. Плюс он, да, соединяется здесь с другим пляжем, то есть огромная береговая линия, лежаки, то есть все прям комфортно, поэтому, кто любит комфорт, тот прям велкам сюда. Да, 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 ну и кто любит вообще классные пляжи, тот тоже велкам, потому что с детьми тоже сюда, ну. Принесли кокос с ложкой, и на котором реально дофига мякоти, поэтому мы вот есть не хотели, а сейчас получится, что так все равно перекусим, знаете, и за 20. Индонезийских рублей. Тысячи. За 20 тысяч, да. Холодненький кокос. Так, ну в общем, пляж Нуса Дуо мы всем рекомендуем. Сейчас мы съездим еще на один пляж в Меласе, я хотела сказать, ты не сняла, да, мы заплатили сюда 2 тысячи за байк и 10 тысяч за двоих людей. То есть сюда получается и проход, и проезд платный. Но он как бы, я считаю, он того стоит, на самом деле комфортный, очень пляж, прям хорош. Вот, поэтому вообще недорого и классно, супер, поэтому прям рекомендуем. А мы сейчас поедем на нашем красавчике. Я, кстати, даже не сняла, какой он вообще покосный. Да, ну. Я еще хотела сказать, что на Бали очень быстро все сбывается. Вот прям до того вы можете скачать, не знаю, через полчаса у вас все материализуется. И Катя, в общем, говорит, все, хочу НМакс, хочу НМакс. Я говорю, да ну, он тяжелый, и все как-то не так. И, в общем, мы сегодня стра берем байк, а у него был Скупи, да, по-моему? Угу. Он был такой раздолбанный, и там не было багажника, короче, что-то как-то не то. Он говорит, ну вот есть как бы этот. Ну, он что-то вроде большой-большой. Он говорит, да нет, типа он не большой, не тяжелый. Катя попробовала, и реально, говорит, очень классно, устойчиво, еще, на самом деле, удобнее, чем Скупи. Поэтому вот, пожалуйста. Хотела НМакс, получила НМакс. Сто процентов. За счет для телефона есть такая штучка. Мы сейчас попробуем колоночку поставить и с музыкой померть. Все, перчатки пошли в ход. Ну да, подгорает, потому что когда сейчас еще солнце побольше, и прям чувствуется. Играет музыка. Играет музыка. Ну что, дальше едем? Такой такой, типа закуточек. А там побольше закуточек. Все остальное. Вот, Риту тут припрыгли уже. Песочек вот такой хорошенький. Очень красиво, но народу просто очень много. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Просто этот пляж получается не такой большой, как Нуса-Дуо, естественно, здесь очень много людей и он, конечно, очень красивый, но мне Нуса-Дуо больше нравится. Просто потому что он больше, просто потому что там для его площади не так много людей. Вот прям супер. Продолжение следует. А, нет, супер. Хорошо, я пробую, да? На, там один, я шубу лет десять не беру, ты знаешь? Я тоже, кстати. Кристальт закрывается, да, по-другому? Ну, рыбу понятно, что не кипят, тебе естественно. Но вкусно. Вкусно. Очень вкусно. Ну, конечно. Тут даже не надо, что покритиковать. Мне любят с Вегас, чтобы оба свою какую-либо могу это делать. Ну, хорошо. Я прям счастлива. Ну, что? Мы решили обожираться сегодня русской еды, потому что непонятно, когда по какой вы едим. А это мы не погнали. Дальше. Ой, да ну, она прям такая. Очень это. Ну, это, конечно, и там, реально, как ссылаться в сайте. Ну, это вкусно. Ну, вот, да, когда она уже хрустит, уже проснет. Угу. Просто вкусно. Короче, мы очень довольны. Вообще, я внизу напишу, сколько мы потратили. Мы съели две шубы. Я попила квас. Утром мы съели сырники. Очень вкусный кофе. Наполеон. Меренга. Короче, блин, вообще, просто сегодня день. Мы сейчас в шоке, что так вкусно. Вообще, вкусная русская еда на Бали. Прям, супер рекомендуем это место. Правда, вкусно. Приходите, кушайте. Тут, притом, народу у них много. Люди приходят и приходят. У них полная посадка. Да, даже чувак, который утром завтракал с нами, тоже пришел сейчас обедом. Тоже пришел с обедом. Да, поэтому. А нам прям было супер удовольствие поесть русскую еду. Вот я же думаешь, господи, ну какая пицца, какие суши, вот оливье. Какой на сигаренг. Какой на сигаренг, да. Ледка под шубой. Наполеон. Вот это да. Это вкусно. Короче, у Риты новый ухажер. Вот. Можно его называть грязный беляш. Он, короче, не завалялся в грязи. Рита сейчас заваляет. В общем, девчонка развлекается как может. Не переживайте за нее. Все у нее хорошо. Теперь пшикать на него. У нас вот тут вот дырка. Ей вставим потом фотку или видео. Даже как геккон там бошку высунул и начал квакать. Вот так что у нас тут геккон еще живут. Мы приехали домой. Немножко освежились. Даже успели подремать. И сейчас далеко уже ехать никуда не хочется. У нас почти 6 вечера. Мы сейчас спустимся на один из пляжей и проводим закат. Собственно, для этого мы на берег и переезжали. Для того, чтобы провожать закаты. Да. Погоним. Там разбрызгаешь. Везде, везде. На булочке. Да все. Они такие гигантские. Смотри, вот миссис шорта загар. Пошли, сейчас я его заберу. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Грязник. Кто сегодня землю делал? Кто сегодня землю делал? Был весь грязный. Грязник. Old хрон. Мnenый тревог arm. Он их заберет. Кто сегодня, пока он подойдет. Он везде на хрань. Тор Tenemos его с конечками. Купера. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я снимала, но не знаю, что там получилось в итоге Потому что я половину нормально снимала, а половину как бы... Да, тут пляж тоже прикольный Тут, конечно, такой очень лютый спуск и будет такой же подъем Но у нас N-Max, поэтому я вообще не переживаю ни разу Так что все будет нормально Все, смотрим закат Да, сейчас смотрим закат и заканчиваем наш день заранее Всем пока! Обязательно подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки, подписывайтесь, найдите на Инстаграм И кайфуйте от жизни До скорых встреч! Пока!